Здравствуйте, дорогие друзья! У меня сегодня разговор с двумя философами, с Хедой Исаевиной Бихоевой, с Леной Борисовной Бояршиновой. Хеда Исаевна куда-то пропала резко. Они у меня обе философы, обе МГУ закончили. Вот Хеда Исаевна, мы вас только что представили, какая вы замечательная. Вот. И сегодня будет разговор идти о самосострадании. То есть вот не путать это вот-вот сидит и жалеет сам себя, да, что у него все плохо, да. То, что жалеет, расстравляет, это не такой тип людей, которые такие спят, они такие, как бы мне еще себе, вот здесь такое self-harm, когда люди там себя режут, то, что вот эта вот боль, чтобы им как-то унять внутреннюю боль физически, а и такой self-harm психологический. Ты сидишь такой, а, вот эта вот катастрофизация окружающей действительности. Это я вот вспоминаю рассказ, устный рассказ Андроникова, Ираклия Луар Сабовича. Называется он «Первый раз на эстраде». Вот когда он первый раз выступил с лекцией в филармонии ленинградской, он там что-то рассказывал про какую-то симфонию, у него все получилось очень глупо и смешно. И вот он, значит, пришел домой, повалился, спал, утром встал, увидел, так сказать, ботинки лаковые, которые он взял у какого-то известного конферансье поносить, значит, а он под дождь в них попал, и у них оказалось картонная подошва, все это разлезлось, и он заплакал. Вот, ну, ему мама говорит, значит, старая мама грузинка, может, тот сказал, что это не понимает. Это, как истеризация окружающей действительности, эта история, она характерна для людей моего типажа, такого немножко истерического. Ну, у меня такой, я истерик слэш нарцисс. Ну, у меня все-таки ближе, наверное, к истеризму, чем к нарциссизму, но все равно, знаете, пограничники наши, все. Вот, мы ими питаемся. Вот, но вот это вот, да, что-то вот такое, господи. А здесь все-таки мы немножко по-другой. Кстати, надо отметить, что я вот почитала про эту женщину Кристин Нев, она все-таки, она адъюнкт-профессор Техасского университета на факультете педагогической психологии города Остина. У нас, кстати, насколько я понимаю, преподает одна из выпускниц философского факультета МГУ в том же университете. Она получила докторскую степень в Калифорнийском университете Беркли, вот, училась в Денвере и занималась самооценкой. Конечно, вот Хеда Исаевна тут сказала, что она из семьи Нью-Эйджа, и, в общем, там буддизм на нее сильно повлиял. Но все-таки я бы сказала, что это настоящие ученые, знаете, есть у нас люди и христиане, которые пишут книжки, и мусульмане, а уж иудеи-профессоров, и том числе там разнообразных, их очень много, да, это известная такая вот эта история, это ваш лево-сионистский там какой-нибудь, вот обычно такое ругательство, я помню, было. Вот, ну, то есть, и если уж человек Нью-Эйдж, не надо на нем сразу ставить крест. Да, а что ж такое Нью-Эйдж, хорошо пояснить. Ну, Нью-Эйдж, это вот эти все новые религиозные течения, которые возникают, ну, кто говорит в начале 20-го столетия, кто говорит уже там в 60-х годах они там развиваются, связаны с проникновением буддизма, индуизма, гуру, йоги, вот этих всех вещей, там, лечения кристаллами. Ну, по большому счету, я считаю, что это все началось, конечно, с эпохи Шопенгауэра, когда Шопенгауэр там все эти индийские веды начал втюхивать, ну, вот, как бы, да. Давайте, Хеда, и сами нам расскажем. Я вот помню такой Нью-Эйдж был, где, значит, предполагал, что тут на Земле когда-то была огромная, значит, бойня для каких-то инопланетных существ, их сюда привозили и убивали, вот, а потом тут мы поселились на этой бойне. Это, это, это самое, это про саентологов? Да, да, да. Ну, это такое, саентологи, все-таки, это не совсем чистый Нью-Эйдж такой, но это тоже, но все-таки такой Нью-Эйдж, он, мне кажется, более на самопознании, вот это на такое все, саентологи, все, ну, как бы, My Humble opinion, ну, это какая-то такая совсем прям, ну, совсем прям плохо. Есть просто менее такой токсичный Нью-Эйдж, даже, кстати, в христианстве есть Нью-Эйдж, ну, особенно в американском, в англоязычном, там есть он, вот. Но давайте, Хеда и сами нам расскажут, все-таки Кристина, не в силу сострадания, насколько я поняла, или самосострадание, Хеда и сами, поясните, а то мы уже запутались. Здравствуйте, еще раз извините за мои помехи, которые меня сопровождают, потому что мое уютное гнездо было разобрано, и пришлось искать другое. Так вот, книга, про которую сегодня мы будем разговаривать, это самосострадание. Это сила заботы о себе, проявления ни жалости, ни вот таких вот низменных чувств, когда ты говоришь, а зачем Бог послал мне эти испытания? Почему я один такой, на всей планете несчастный? Я не могу ничего с этим сделать, я буду себя обичевать, жалеть и вообще не пытаться никак исправить ситуацию. Тин Нев говорит, что такой подход, он неправильный, неверный, и вместо того, чтобы заниматься отдалением от общества, отдалением от других людей, от заботы, от всего хорошего и доброго, необходимо научиться, наоборот, соединяться с тем хорошим, что было взросшено, развито впоследствии эволюции. Соответственно, это не тот случай, когда нам говорят о какой-то карме, о том, что душа была в каких-то материях до того, как селилось тело и так далее. Здесь есть научный... Да, Лен, ты чихнула? Да, 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 да. Здесь есть научная некая составляющая, ну, такая вот, типа по верхам. О чём говорит она в своей книге? Что в последнее время, значит, стали очень развиты учения о том, что для человека необходимо иметь высокую самооценку, что он должен быть убеждён в том, что он достоин, он может и так далее. Но эти учения, эти методики по повышению самооценки, по утверждению человека в своих компетенциях, вот эти противоположные... Кеда Исайна, вы пропадаете. И вместо того, чтобы... Да-да-да, сейчас вернусь. Я возникла? Да. Все вот эти вот методики по улучшению самооценки, они приводят к тому, что человек, наоборот, убеждается в своей никчёмности и неспособности что-либо продуктивное творить. Ой, можно я расскажу в этом плане историю личную? Да-да-да. Значит, как-то на одном таком курсе, и там, значит, было такое тоже, ну, типа вы, как профессионалы, должны, значит, написать свою какую-то там самооценку поднять, и, в общем, надо написать, был свой некролог, в общем, ну, и как бы вот что напишут, то им некрологи, и как бы я и одна моя знакомая, мы просто вот там познакомились, и как-то вот мы вообще просто впали, потому что, ну, типа, вот что я... У меня просто есть как бы такая тенденция, что если я умру, даже никто на мои похороны не придёт. Вот. Это очень сладостно греет мне сердце, в общем, приятно ощущать себя несчастной, да, пока ты живой особенно. Вот. И, в общем, мы писали некрологи друг за друга. А, вот, потому что я не могла ничего написать про себя хорошего, ну, как человек вот с такой историей, поэтому когда-то моя история, что вот, напишите пять качеств, которые вы за себя любите. Ну, я хорошо кушаю, хорошо сплю, вот, что я ещё хорошо делаю? Ну, вот, дышу. Вот. Ну, вот, вот. То есть это... Оле-ле-ле-ле-ле-ле. Да, и вообще, мне кажется, как бы вот эти истории, за что себя похвалить, это сонки таких, либо у людей, которые хорошая самооценка, либо у людей, которые очень завышены самооценкой. Вот. Ну, в общем, да, это, извините, я прервала. Вот эта вот история, найдите, в чём вы себя любите. Ну, как бы... Ну, вот, да. Некрологами писали другие люди, да. Соответственно, ну, об этом и наш друг Джордан Питерсон тоже говорил, что это бессмысленное занятие, типа не нужно даже на это тратить время. Чем можно восполнить вот эту вот, ну, пустоту в сердце там обычного среднестатистического американца, который во всём этом разочаровался и хочет прийти там к более гармоничной жизни. Кристи Нев предлагает такой способ, как самосострадание. Откуда вообще ноги растут? Ну, как, впрочем, и у многих наших психологов, ноги растут из буддизма. И необходимо, ну, во-первых, понимать, что страдание неизбежно, и, во-вторых, слишком, да. Четыре благородных истинных буддизма. Вся жизнь есть страдания, причиной нашей страдания является наше желание. Значит, можно избавиться от страданий и поможет нам это благородный восьмеричный путь. Это я обычно студентам спрашиваю. У меня там четыре благородных истинных буддизма, там столпы ислама, заповеди в христианстве. В общем, я спрашиваю сюда на экзамене. Такие совсем уже, когда вот у человека вообще там ничего нет, ну, я думаю, ну, хоть у меня четыре благородных истинных буддизма есть. Четыре, их не десять. Их там вот уже хорошо, уже проще выучить. Да, вся жизнь есть страдания. Очень хорошо, особенно утром в понедельник. Переполнены маршрутки, ты понимаешь это. Да, и для того, чтобы слишком не зацикливаться на этом страдании, можно как бы призвать себе в помощь три таких обычных принципа. Первое – это доброта к себе. Второе – понимание того, что все люди так или иначе страдают. И третье – это осознанность. Да, конечно, это звучит как-то банально, уже приелось все эти три пункта, но если отбросить вот эти вот все негативные коннотации, которые в голове есть, когда слышишь вот эти вот слова, особенно осознанность здесь и сейчас, я в принятии, я в моменте. Ну, то есть это настолько уже бесит, что даже просто упоминание в какой-то книжечке уже ни о каком самосострадании речи нет. Здесь на фразе осознанный макияж. А я что, неосознанно крашусь? Ну, то есть я вот не выбирала пять минут палетку, которую выбрать. Это как эти, как это осознанно? Да мне не объяснялось, как. Поэтому мы за осознанный макияж. Что вы имеете в виду? Осознанное мытье полов еще тоже мне нравится. Да, я прошу прощения, я перебила. Да, ну, здесь полегче, потому что есть отсылка к буддизму, ко всяким рефлексиям и так далее. Но начнем с первого пункта, а именно, что нам вещает Кристин о доброте к себе. С чего бы начать? Ну, во-первых, она говорит о том, что внутри каждого человека сидит внутренний критик. Мы раньше разбирали внутреннего ребенка, и вот этот внутренний критик скорее это внутренний взрослый, потому что он постоянно нас критикует, обижает, указывает на какие-то негативные аспекты нашей жизни и не просто указывает, а гипертрофирует их. И вместо того, чтобы спокойно, национально посмотреть на какой-то аспект жизни, мы начинаем так называемую сверхидентификацию. Ну, это то, что использует Кристин Нер в своей книге. Это начинается, ну, как это, раздувание вот этих вот своих проблем, раздувание их до космических масштабов, что ничего вообще не может быть противопоставлено вот этим вот проблемам. и все, и ты начинаешь себя за это ругать, ругать и критиковать. Для чего это делается? Здесь это объяснено с точки зрения самозащиты. Получается, если у тебя есть внутренний критик, который раздувает вот эти все твои проблемы, недостатки, какие-то изъяны, и ты, ну, подчиняешься этому голосу, то есть вероятность, что, значит, какой-нибудь там человек извне, увидя, как ты себя критикуешь, тебя пожалеет и не будет тебя наказывать, значит, за то, что ты и так знаешь, что у тебя есть. Соответственно, это такой механизм предвосхищения нападения ради того, чтобы этого нападения не случилось, ну, ради того, чтобы твой оппонент тебя пощадил. Кристин Нев говорит, что это не такой токсичный, неправильный способ, который в какой-то момент действительно приносит желаемые результаты, действительно там кто-то может тебя и пожалеет за твою вот эту ущербность, за то, что ты постоянно себя преподносишь как нечто жалкое, противное и так далее. Но, по сути, чем больше ты используешь этот механизм, тем более ты это делаешь неосознанно, тем больше ты вот в эту шкуру жалкого бища и врастаешь. Взамен вот этой вот стратегии необходимо выбрать, необходимо относиться к себе как к другу, который нуждается в твоей помощи и заботе. Нужно представить себе, что у тебя есть некий друг, он попал в беду, и тебе действительно не все равно, что с ним будет. Как бы ты с ним разговаривал, что бы ты сделал, как бы ты проявил там свои чувства, ты бы стал его критиковать, унижать. И, скорее всего, ну, если ты здоровый человек, более или менее, то ты бы начал его утешать, ты бы постарался позаботиться о том, чтобы все вот эти вот нехорошие события в его жизни как-то смягчить. И также ты должен относиться и к себе. Если у тебя возникли какие-то неприятности, если ты услышал критику в свой адрес, если там, не знаю, ну, что угодно, необходимо, во-первых, сказать себе, что, ну, признаться, что вот произошла такая-то ситуация, она мне неприятна, но мы с тобой справимся. Помимо того, что ты можешь вербально это проговорить, ты можешь это еще записать. И плюс ко всему есть еще тактильный уровень, потому что тактильные взаимодействия очень хорошо влияют на наше состояние эмоциональное. И, по сути, неважно там, ты себя сам обнял или тебя обнял твой друг или близкий человек. Если ты это делаешь, что мозг начинает вырабатывать положительный отклик, да, не нужно этого бояться, не нужно там считать, что это выглядит как-то не так. Всегда в любой ситуации можно забиться в уголочек и приобнять себя, ободрить и так далее. Затем второй шаг, который необходимо предпринять, это понять, что ты связан с сообществом людей, и ты не один с такой своей проблемой. И есть люди, у которых точно такие же проблемы, ну, может быть, даже и хуже. И это даёт тебе, во-первых, это даёт тебе некую приобщённость, что ты не просто какой-то там перст, ну, есть такое выражение, я один как перст. Ну, ты не один, во-первых. Во-вторых, уже такие случаи там в истории происходили, и люди как-то могут с этим справляться, что-то с этим сделать. Не обязательно ложиться в гроб, накрываться крышкой и ждать, пока ты умрёшь. Соответственно, можно найти также поддержку у своих близких, пойти и честно сказать, вот так и так, я чувствую себя не очень. Ну, это-то надо сказать, что не все близкие готовы вам эту помощь указать, потому что как бы есть такое выражение, там, отвали от меня, а то палка от шибу. Вот, ну, то есть здесь я бы сказала, что не все близкие готовы оказать тебе поддержку, они как бы тебя ещё и загонят. Типа, а что ты хотела? Или там, что ты хотел? Ну, вот, ну, в общем, такая тема, да. Да, но есть ещё психологи, которые оказывают эти услуги, правда, платно. Ну, вот, кстати, у меня даже, тут я согласна сказать, что может быть, ну, и как бы есть хорошие психологи, говорю, но... Может, не стоит, да, к психологу? Нет, я за посещение психолога, просто вот за последние пару месяцев у моих знакомых, причём даже я знаю, ну, женщина, она очень хороший психолог, но так как мы с ней общаемся, я не могу, допустим, пойти к ней в терапию, но просто опять же история в том, что я была свидетелем, вот двух, трёх, простите, случаев про совершенно неэтичнейшего поведения психолога, то есть, ну, это практически на грани уголовного дела. Вот так как это Россия, то это, в принципе, как бы никому не надо, и это меня, конечно, очень сильно... Эти люди продолжают практиковать, самое удивительное. Ну, вот, ладно, это, в общем, грустно. Вот, вернёмся к хорошему, вернёмся, как же всё-таки себе помочь. Психолог, обнимашки, близкие, да. Я пропала, да? Нет, всё хорошо. Психолог, обнимашки, близкие, и третий, путь осознанности, медитации, и так далее. О чём речь? О том, что необходимо осознавать длительные процессы. Это поможет... Какие процессы? Какие процессы? Это немножко прервалось. Я вернусь. Да, ты вернулась. Это да, да. Какие процессы? Мыслительные. А, мыслительные. Ага. Вот. И, соответственно, не просто думать о чём-то, там, постоянно заниматься, руководителем и так далее. В коньку ловить себя на вот этих вот состояниях, что сейчас я думаю о том, какая я никчёмная. Сейчас я там думаю о том, какая никчёмная у меня жизнь и так далее. И не просто ловить себя на этих эмоциях и потом корить себя за это, но ловить себя и принимать то, что это часть меня. Я так мыслю. тому есть много предпосылок в моём детстве, в моём окружении и так далее. То есть в каждом своём моменте, в каждом действии и мысли нужно принимать себя таким, какой ты есть, что, ну, вот, ничего не поделать. Так уж устроено, что там я люблю критиковать себя и других. Я могу там как-то с этим работать, но сиюминутных результатов ожидать не стоит. Нужно время, нужны силы, нужно терпение, чтобы вот эти вот мои мышцы. Соответственно, вот это вот три основных кита самострадания, которые привести к меньшему беспокойству, к менее интенсивной депрессии и, ну, соответственно, улучшению качества жизни. Для того, чтобы воплощать вот эти вот три шага, три составляющих самосострадания, крестит разнообразные. Сейчас ты прерываешь, у тебя прямо одно слово на другое. Чтобы воплощать эти три шага, что надо сделать? Что надо сделать с три шага? У меня что-то просто сердце начало колоть. Да не, не, подожди. Упражнение есть специальное. Нет, я пропала. Вот сейчас ты пропала, сейчас ты вернулась. Вот сейчас ты вернулась. Да-да-да-да. Почему все нормально? Я в бункере сижу, я даже работать не могу. Да, все нормально. как три шага, три типа, как можно, в общем, прожить. Давайте посмотрим. три составляющих мы уже писали. Доброта к себе. и доброта к себе. И все? Осознание причастности. Осознание причастности, доброта к себе. И третье? осознанность. 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 Да, по всем трем пунктам есть упражнения. Меня слышно? Да-да-да-да. Прием. Слышно-слышно-слышно-слышно. Да-да-да. Есть упражнения, описанные в книге, и, соответственно, делайте упражнения, практикуйтесь, медитируйте, осознавайте себя здесь и сейчас. Это поможет вам быть менее несчастным, менее тревожным и депрессивным. Вот такая вот self-help книга. Лен, ты так смотришь? Я пропала или что? Нет-нет, это мне наоборот. Мне кажется, это хорошая self-help книга. Как-то мы так его обозвали. Так что, да, но, по-моему, это достойная вещь. Ну, вещь достойная, но из вот этого вот тренда, когда все находятся в принятии, все находятся в моменте, все учат там в Инстаграме или в Ютубе везде, как себя принимать, как бы быть в моменте. Вот это вот все негатив, что даже нормальная оказалась бы книга. Даже нормальная казалось бы книга, ну, раздражает призывами. она достойная достаточно книга, просто обычно, но она там же не предлагает какие-нибудь там практики на луну делать, вот это вся такая история. Вот, ну, тут вполне, мне кажется, достойная. Она предлагает медитировать. Ну, медитировать, это сейчас модная у них тема, медитейшн, сосредоточение, вот, ну, не знаю. Ну, просто у нас в конторе тоже есть консультант, который занимается вот этим вот self-help селф-хелп с штуками. И последняя, последняя новость о том, что медитации не работают, что все эти приложения, это все, значит, фигня на пост на масле. И внимание, что он предлагает, он предлагает методики дыхания. Дыхание, кстати, это реально работающая штука. Я говорю, как человек с паническими атаками, если у тебя паническая атака началась, зажми-ка себе носик и медленно подыши, а лучше еще углекислый газик вот так вот. Да, и так ты немножко успокоишься. Но, да, сейчас на медитации такой тренд, все его продают. Я, кстати, помню, у меня в школе у нас отправили нас тех людей, у которых была типа вегетсу и стадистония на ЛФК. И там, значит, дама предлагала этим там ЛФК заниматься, ну, какую-то статью писала, и она там, значит, намерила давление до, после каких-то спортивных упражнений, а потом мы должны были лежать и медитировать. Но потом, короче говоря, вот эти вот медитации, настолько у меня после них скакивало давление, настолько у меня вы должны расслабиться, там, я сразу всегда от этого отталкиваюсь. Хотя я считаю, что, опять же, как человек нервический, надо вот этот постоянный мыслепоток, который у тебя происходит, в котором ты варишься, его надо останавливать. Если ты его, то есть ты сидишь в него, варишься и вводишь себя в истерику, то есть его надо просто отсекать каким-то, ну, не знаю, физическим образом. Вот так. Ну, после, сколько мы видео записали? 40 штук? Я не знаю. После записи 40 штук видео, я поняла, что вся эта психология, все эти книжки, ну, это не стоит это выеденного яйца. и надо просто расслабиться и, как бы, как Борис Сергеевич, принимать реальность такой, какая она есть. Какая она есть. Не пытаться ее исправить, не пытаться ничего улучшить, а просто вот, ну, жить, как бы, просто отлюбиться от себя. и тогда не будет ни мигрени, ни тревоги, ничего такого плохого, депрессии и так далее. А если загоняться... Я думаю, что это такая, что это такая, не все люди не могут не загоняться. Я вчера как раз набрела на своего любимого психиатра, и он как раз там давал один отчет по человеку с повышенной тревожностью. То есть, человек понимает, что он загоняется, человек понимает, что нет причин для загона, он не может ничего с собой сделать. Так работает, не знаю, гиппокамп, какие-нибудь там эти нейронные связи у него так генетически сложились. Поэтому тут две вещи, фарма, фарма и терапия. Но по-другому не получится. Вот, и поэтому я считаю, что не все книги по селл-хеллу полезны, но есть книги, которые полезны по селл-хеллу, потому что они, в принципе, показывают, в какую сторону тебе надо идти. Вот, это мое личное мнение. Лен, я вот сейчас парадоксирую. Да-да-да-да. После 40 видео я поняла, что самый адекватный из них всех является Джордан Питерсон. я не знаю, почему, но если вот сравнить его советы там с советами остальных чуваков и чувих, то у него они наиболее конкретные и понятные. Наиболее не работающие. Ну, почему? Ну, не знаю. Возможно, вот, я это уже говорила, но был у него один совет, как поменять работу. пойти поменять. А как, 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 как он предлагал менять работу? И действительно, он мне, но он говорил, что если вы хотите, что я пропала, пропал, у меня что-то дисклеймер был. Да-да-да-да, если ты хочешь поменять работу, то что надо делать? У меня дисклеймер или какие-то своих рабочих условий, то у тебя должно быть четко составленное резюме, которое размещено там на определенном портале и четкие требования соответственно если ты понимаешь что твои требования не будут удовлетворены то ты просто идешь и находишь другую работу потому что у тебя уже есть резюме для разговора то есть ты уже чувствуешь себя уверенным еще и кофе это вообще замечательно немного по-другому но все равно как бы его вот этот вот посыл он не в душу запал вот и после того как я прочла вот это вот все множество психологических или псевдо психологических книг ну я поняла что действительно он пытался найти какое-то найти какой-то метод который не будет вот таким вот непонятным ну прям реально найти найти вот это вот самосострадание самозабота но это все настолько абстрактная самозабота который о которой говорил например питерсон это убраться у себя в комнате то есть это конкретная задача которую можно осуществить и которая действительно ну даст тебе неких сил чтобы упорядочить там своем шли не ну окей обнять себя да ну можно понравилась ее концепция как человека с таким повышенным невротизмом мне она понравилась и в принципе я довольна этой идеи поэтому не знаю что он там не нравится вот а питерсон я не знаю просто философии питерсона и и провал виден по истории с его собственной жизнью в лечениями тяжелыми препаратами вызывающие зависимости и минут я не могу слушать такого человека как бы врач излечить себя сам то есть если ты не можешь ну и 5 дело что онкологи умирают от рака и так далее но есть ты психолог и у тебя такие какие-то странные косяки и твои 10 правил там тебе не помогли но просто то что питерсон продает это так называемый common sense а если ты живешь как человек с постоянным ощущением не брать ну к такого истероидного невротизма помноженного нарциссина нарциссизм как у меня мне прям книжка вот это прям понравилось то есть идеи прям годный но они в чем-то рабочие а когда вот это все такое вот рассусоливание ну я не вот найди работу вот помой посуду мне кстати вот честно я могу сказать меня не волнует например есть у меня там кругом бардак нет у меня кругом бардака нет другие вещи вам например чистая кровать обязательно там хорошо пахнущая окружающая среда но при этом как бы чё там как валяется мне все равно то есть мне вообще никак не тревожит ни разу а если для которых это реально вот такая тревога там они не могут жить без этого вот ну но это правда ну не знаю питерсон котик конечно и моего нежно любим но это прям надо быть совсем не кажется каким-то ну то есть понятно делать что в нем понравилось как бы толковые советы по конкретной проблеме но есть например истории когда никакой оффер никакой хорошие резюме тебе не поможет например ну есть такие темы до возраст например чем может быть неподходящие варианты но и многие такие другие вещи вот поэтому придется работать там где работают вот ну ладно это такая история борис сергеевич хотела что-то сказать я дэйсаевна хочется что-то добавить дать сначала пусть я дэйсаевна если что-то хочет реализует а то не связь плохая хотите что-то расскажите что-то по теме а вы да вы меня поправить знаете я вот все больше и больше понимаю что мне надо действительно возобновить те лекции которые когда-то были как правильно жить вот тут например я вот услышал и кое-что я не понимал вот про это вот сострадание ну что значит сострадание знаете такая песенка была у высоцкого как он если друг оказался вдруг и не друг и не враг атак вот значит в горы туда да идти и там насчет там некоторые люди неправильно пели к один куплет если он не как это станал не ныл а когда ты упал со скал он он стонал и кричал да вот так то упался скалая я я я я я и вы соском до было он станал на держал да понимаете как то есть вот это разное дело. Вот он сострадал очень, упал со скал, расшибся в дресс, а тут он где держит, чтобы он не свалился, это разные вещи. Так вот, вообще говоря, и самосострадание, то есть когда человек сам себе, что значит самосострадание? Ну, надо вот, произошло что-то плохое, надо спокойно подумать, то есть в панику не выдаваться. Что нужно сделать? То же самое касается и тех, к кому обращается человек за помощью. Вот он весь тоже в криках и в стонах, ага, что случилось, шеф, всё пропало, гипс снимает, клиент уезжает, да, вы помните эту сцену, да? Ну вот, а шеф его, значит, успокаивает, сейчас вот тут поедешь вот с этим, с Папановым, он всё решит, то есть он придумывает, как выйти из положения. То есть пока он кричит, лёлик, шеф, всё пропало, он ничего не решает, решает шеф, как надо поступить. Усё понял, шеф, говорит лёлик. Вот лёлик, он, значит, действует нормально, да? Вот он усё понял, да? Я вот не очень, то есть для практической жизни вот это вот самосострадание, если оно выражается в том, что ах, какой я бедный и несчастный, я себе сочувствую, ах, какой ты бедный и несчастный, я тебе сочувствую. Нет, надо подумать, что сделать, как решить. То есть тут ни на минуту не погружаться вот в это вот, в панику, в рефлексию, в самосострадание. Меня так учили. То есть надо срочно что-то делать. Нужно же что-то делать. Ну, Майорик Владимирович, вы просто как человеку, которого со состраданием вообще любым очень плохо, кроме как котику, котику по имени Хлопик и Барсику и Китти. Ну, и к этим сам котику у меня тоже была деятельность сострадания, как полечить их, как покормить их. Ну, понятно, вот, или всё равно, или, как бы, носим, лечить их я ношу. Ну, не только, не только, не только, не только. Просто проблема в том, что если вы находитесь в парадигме вот такого невротической истории постоянной, то вы не можете ничего сделать, потому что у вас сидит голос и говорит, что бы ты ни сделал, ты всё равно проиграешь. И, то есть, это вот, то есть, что бы ты ни сделал, всё равно это всё бессмысленно, то есть, всё равно тебе откажут. И это невозможность, ты живёшь, как будто между тобой есть, как бы, некое стекло, между тобой и миром. Это очень такая специфическая ощущение. Я не очень поняла, что какая проблема, что тебе всё равно ничего не получится. Я не понял. Да. Да. Не, ну, надо бы сделать так, чтобы получилось, это понятное дело. То есть, человек не может, то, что он всё время, который живёт в этой ситуации, он никогда не центрирован на удачах. Он всегда центрирован на удачах. Ну, это плохо, значит, ему нужно хотя бы однажды, чтобы у него получилось. Вот когда человек что-то делает, решает задачки, выпиливает лобзиком, а у него ломается этот самый, так сказать, фанерочка. Ну, это до тех пор будет проблема, пока у него первый раз не получится. Ну, вот чисто и спедагогически очень важно сказать, о, у тебя получилось, да? Даже если у него тут не очень хорошо получилось. Важно вот это вот верить. Ну, мы, товарищи, как педагоги мы с вами это знаем, да? Что обязательно надо похвалить, что, о, у тебя получилось. Особенно если у него очень плохо получилось. Но, наконец-то, хоть очень плохо, но получилось. Я к этому не буду верить. Хоть что-то. Да как, если у него хоть что-то получилось, как этому не верить? Ну, ему надо самого понять, что у него что-то получилось. И он потом в следующий раз это же попытается повторить и улучшить. Ну, я не знаю, что значит не верит. Ну, что-то может не получиться, да. Вот у меня, наверное, не получится ни разу станцевать на сцене Большого театра. Ну, не получится, не возьмут меня. Как бы я там не упирался, как бы я не показывал, как я хорошо могу в белых штанах стоять в роли Тарадора, а вокруг меня будут эти бегать и скакать. А я буду стоять в белых штанах. Я же могу. Вот, кстати, мне кажется, что в моем случае проблема в станцевательной сцене Большого театра вообще не проблема. Там, знаете, какой-нибудь современный спектакль, запишись в массовку и станцуешь, или там, ну, не знаю, это не такая проблема. Ну, в Большом театре таких нет, таких массовок нет. Борис Сергеевич, вы просто не ходили на Лючи и Делемермур. Вот, ну, так, понятно. Вот надо мне почаще ходить, тогда я поверю в свои силы. И когда-нибудь я вот там кого-нибудь сыграю в балете Большого театра. А Лючи, кстати, это не балет, это опера. Да, ну, там он тоже можно сказать. Хеда Исаевна хотела нам рассказать про сплетни про Питерсона. Новые сплетни про Питерсона. Питерсона. Да, это сплетня, на самом деле, такая довольно старая. Старая сплетня, ага. Ну, она очень занятная. Мерч. И там у нас нарисован... Ну, окей, надо начать пораньше. Вы знаете вот эту историю, что в комиксе, в каком-то комиксе был персонаж, который разговаривал тезисами Питерсона? Вот этот скелетон или скаутчик. Да, счет, ну, это как-то очень мимо прошло. Ну, да, я слышала про такую историю, да. Вот. Что сделали Питерсона? Они решили на этом сыграть и выпустили мерч на эту тему. И сказали, что все средства от этого мерча пойдут на благотворительность. Соответственно, они собрали 70 тысяч долларов примерно. Их хотели вручить какому-то благотворительному фонду университета Торонто. И что сделало руководство этого фонда? Они отказались. Они сказали, типа, мы не хотим быть связанными с именем Питерсона из-за его там высказываний. Да. И Микела выпустила целый ролик, посвященный тому, что, ну, почему для какого-то благотворительного фонда возможность помочь является менее важной, чем связанным с тем или иным. Нет, ребят, потому что мы... Да я не нашли, кому отдать. Ну, поэтому мы благотворительный фонд. Мы не отмывочная контора. Извините. Ты думаешь в этом, да? Ну, во-первых, они не хотели ассоциироваться с именем Питерсона, потому что сегодня он даст тебе 70 тысяч долларов, но больше другие благотворители откажутся тебе давать. Это первый факт. Такие истории уже известны в американской практике. Там была история с альтрайтами. Они там кому-то собрали деньги. И фонд загнулся, потому что потом просто те благотворители, причем консервативные благотворители там были. Там, конечно, были консервативные благотворители, христианские. Они просто из этого фонда ушли. Но это были консервативные. Они против абортов, за все хорошее, против все плохого. Но даже они собрали монасты и ушли. А вторая история – это, ну, понятное дело, помывочная контора. Это, кстати, не первый случай у блогеров. Там, значит, у них были... Они там собирали какой-то баскетбольный матч, вместе играли, и чтобы там, значит, вот куда-то там отдать якобы деньги. А потом оказалось, что они 6 тысяч долларов пожертвовали, а миллион разделили между собой. Ну, достаточно была такая веселая история. Да, ну, частично это вошинг такой, потому что люди таким образом помогают себе там уходить от налогов, потому что они жертвуют такие большие деньги на боготворительность. И это нормально. Ну, в общем, такая история. И еще я так поняла, что Питерсон опять в рехабе где-то, потому что его нету на канале у Микел. Вот новость. Update. Ну, понятно, да. Это понятная история. В общем, несомненно, да. Да. То есть здесь все понятно, это было. Вот. Ну, что делать? Тут такая тема. Питерсону здоровья, всем побольше денег. Вот. И пришлите деньги Борису Сергеевичу, потому что Борис Сергеевич вообще делает для вас контент ностоп. А мне никто не сочувствует, никто мне не сострадает. Так. Встает рано. Если так следовать моей логике, тогда мне надо закрыть все этот блок и идти, значит, где-нибудь активно зарабатывать деньги. Я не знаю, останавливать людей на переходе, просить у них деньги. Вот. Подожди, подожди. Ну, подожди, скорее, на тебе деньги, и побежи дальше, пока красный свет не загорелся. А я буду на серединке, на разделителе оставаться, прогуливаться между движущейся машин. Потом опять цоп кого-нибудь. Погоди, погоди, погоди. Да вот на тебе и побежал, да. Вот если так заняться, действительно, активно, а то сидит и просит, сидит и просит. Нет, товарищи. Надо активненько, 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 активненько. У меня прям в голове короткометражка нарисовалась. Вот это вот. Типа такая, да? Можно под это дело, например, сразу консультацию по математике проводить. Вот давайте консультацию про математике, вот про там что-нибудь такое, что прямая короче, чем кривая. Это же, вы прикольную метафору нарисовали, что человек стоит вот где-то на перепутье и, ну, машины вокруг, машины мимо проносятся, а человек так и остается там и получает там информацию, что-то, какие-то вести вот в этом вот движении. Ну, это прикольно. Мне кажется, идея для короткометражки, очень хорошая. Да, вполне, кто-нибудь мог бы дипломный фильм снять свой, да, тут просто все. Надо только с гаишниками договориться, чтобы разрешили снимать такое вот на дороге-то, да? Ну, или самому где-нибудь разметочку сделать, где машины не ездят. Можно нарисовать. Да. Кого нарисовать? Фильм. Мультфильм? Можно мультфильм, да. Это больше еще более жалким и более вызывать еще больше у людей. Отвращение. Душевных сочувствий. Наоборот, эмоциональный отклик. Эмоциональный отклик, да, да, да. Пожалуй, что так. Ну, комикс, значит, можно сделать, как все в духе всего этого делается, комикс нарисовать. Ну, мультик лучше, там еще мелодия, там еще закадровый текст можно зачитать. Да, можно тебя там читать. Ну, что ж, большое спасибо Хеде Исаевне, большое спасибо норовой публике, лайкайте, подписывайте, пишите в комментариях. Спасибо вам. Хеде Исаевне их читает, вот, наверное, даже, может, где-то отвечает, вот. Она, наверное, даже ходит во время премьеры, да? Я просто, не, я бы ходила, если бы я знала, когда премьера. А, ну, они, шаг, я же заранее, они открывают премьеры-то у меня есть, как же, как же. Ну, ты сообщай, я буду хедесать. Хорошо, я буду сообщать, конечно, конечно, конечно. Можем в чатик сделать. Будете чатиться там, да, в чатике чатиться. Ну, хорошо, спасибо, дорогие друзья. Деньги не забудьте, присылайте. Помашем им всем, да? Пока-пока.